ждать вторника обязательно сразу как только я выйду из кабинета директор я выйду на связь если я потеряюсь ну тогда что-то со мной произошло привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег ситуация развивается стремительно интерес к тому что происходит кемеровской области у нас очень велик причем вас не то чтобы внутри нашей страны это интересует очень многих но и за рубежом я вам скажу так потому что мне поступает сообщение из германии из америки поступает сообщение из израиля из украины ближайших стран в общем достаточно многое количество людей интересуется тем что происходит у нас на пикабу страсти разгораются телеканал live подключился есть еще ряд предложений которые дожидают сейчас моего разговора с начальником главного управления министерства чрезвычайных ситуаций мамонтова александр сергеевича то есть некоторые телеканалы ждут результата разговора состоится и так меня смотрят юристы адвокаты депутаты которые тоже соответственно просили меня дать некоторые данные для того чтобы по своим каналам что-то сделать ну в общем я выражаю огромную благодарность неравнодушным зрителям своим и плюс к тому же ко всему справедливым людям которые понимают что здесь происходит меня попросили себя обезопасить и предложение поступило от юриста который мог себе приц ну по нам предложил развитие события такое что ты пойдешь и в общем там неизвестно что там чем беседа может закончиться он сказал что ты пожалуйста для того чтобы создать резонанс какой-то ты говорил о ряде документов которые у тебя есть он предложил мне в ходе своего разговора с генералом предоставить ему эти документы но и частично какие можно документы как бы опубликовать то есть чтобы все знали о том что мои слова которые я вам говорил это не просто слова как бы подкрепленные какими-то делами ну и бумагами соответственно потому что речь идет о бюрократической машине и бюрократами нужно бороться их между их же собственно говоря и способами и так но я не буду публиковать внутренние документы агентства почему потому что но все равно какая-никакая как бы секретность должна присутствовать но именно свои какие-то бумаги которые я составлял писал и выдержки некоторые я все-таки оглашу и так значит чтобы не было ни у кого на иллюзии о том по поводу того что я лучшего кинолога в кавычках естественно лучшего кинолога карпича клевещу на него чтобы не было клеветы такой я сейчас покажу вам ряд фотографий которые видео которое вы видели уже собственно говоря можете посмотреть и о том что я не просто так это говорил а подкреплял свои слова делами то есть ну вот давайте начнем самого начала то есть я говорил о том что как бы человек опаздывает на работу да то есть может прийти на работу может не прийти на работу а здесь я могу сделать ссылку на внутренний такой документ то есть это называется журнал инструктажа и перед началом рабочей смены то есть у нас предприятие повышенной опасности и прежде чем кинолог не кинолог любой спасатель абсолютно может приступить к работе он должен пройти соответствующий инструктаж и соответственно сделать запись о том что он может приступить к работе значит развитие события такое если спасатель не расписался в этом журнале значит он отсутствовал либо где-то в командировке находился да либо ну просто не было его на работе если он расписался ниже значит соответственно как бы в этой графе то есть смотрите у спасателя кинолога рабочий день начинался по внутреннему уставу нашего предприятия в семь часов утра потому что восемь часов утра мы все должны находиться на работе и у на разводе при приемке смены и спасатель уже должен быть готов к выезду у него соответственно должна быть собака накормлена ухожена вычесана и по моему глубокому убеждению что если у тебя собака не рабочая то ты должен еще провести перед едой и с ней какую-то тренировку то есть как минимум в семь часов утра ты должен появиться на работе я приходил всегда гораздо раньше то есть я приходил 6 часам утра и поэтому у меня собака давала соответствующий результат вот здесь есть докладная записка когда уже полтора года прошло я каждый день наблюдал каждый день говорил и в результате начальника отряда для того чтобы скомпрометировать меня и говорить о том что смотрите вот кинолог такая сволочь пишет значит как бы стучит на своего напарника он сказал написать в письменном виде я написал вот она банному михаилу петровичу начальнику отряда о том что как бы причем я это в мягкой форме такой написал что опоздал человек и как бы прошу принять какие-то меры и что это не единственное опоздание его что она перерастает систематический характер такой носит то есть вот она пожалуйста это докладная записка то есть я руководителя своего предупреждал не единожды предупреждал не единожды говорил что произошло но вы помните да то есть начальник поймал его и использовал то так как ему нужно так дальше значит а приходил на работу я уже примерно понимал что сейчас со мной попытаются сделать задание у кинолога было почистить крышу крыша была почищена после чего значит как бы там бреши в крыше образовались о чем я собственно говоря тоже доложил там была залита проводка там находились собаки которых могло травмировать электрическим током соответственно помимо всего могло произойти возгорание какой-то и когда человек уходил с работы соответственно мог как не увидеть такие вещи когда вот сейчас вот вам ведут ряд фотографий да и как такое вообще собственно говоря не заметить да вот она видите по стеночке здесь бежит вода розетка ну в общем понятно да дальше я доводил до сведения начальника доводил до сведения начальника о том что происходит периодическое хищение корма да то есть такие вещи даже доводил то есть вот такой вот у нас кинолог а дальше значит в один из прекрасных моментов я пришел на работу ну тоже вот докладной записки это написано копии естественно есть оставлял себе оригинала отдавал начальнику отряда причем даже карпич писал объяснение на эти мои докладные записки соответственно о том что я смотрю кабель у меня делается они собаки живут в одном вольере на видео вы видели да в одном вольере и в период когда происходила течка у суки значит мы их рассаживали по разным вольерам и делали ну это в мои смены это все в мои смены рассаживали и выгуливали ну в разное время соответственно для того чтобы как бы не произошла там неплановая вязка я уже даже не знал как реагировать на это все однажды я прихожу и кабель делает как бы садки на свою нацуку то есть понимаете вот у нас когда вы приходите на работу вы работаете кинологом у вас рабочий день начинается с чего с осмотра собаки то есть осмотра животного вы смотрите там уши но с половые органы вплють до плюс до этого потому что вы работаете кинологом вы ведете соответствующий журнал да то есть должны вести соответствующий журнал знать когда у вас у вашей собаки если вы занимаетесь сукой да когда у нее течка будет здесь этого не было то есть сделано то есть я за своим кабелем наблюдал бьет соответственно журнал вел учетную карточку своей собаки что регламентом кинологической службы не прописано здесь спасатель не делал этого то есть я еще раз говорю что он совершенно безответственно как бы относился к своей работе кабель делает садку на на суку соответственно я замечаю то есть несколько дней то есть работает несколько дней он несколько дней работаю я я прихожу в свою смену принимаю смену его нету он с вечера ушел уже кабель делает садки на суку сколько дней он до этого делал непонятно вот точно также мы проглядели собаку которую вписали на пенсию лора то есть не я не могу не мы проглядели а проглядел именно тот кинолог второй который отвечал за нее потому что осмотр внутренний не проводил животному то есть у собаки течка кабель с ней живет в одной будке там шведская семья в общем это хорошо что я вовремя заметил что это был еще период предеструса первый период течки я отсадил соответственно собаку то есть здесь мало того что это ущерб предприятию то есть если рассматривать собаку как имущество да как и рассматривают у нас руководители наши то это должна была произойти порча имущества в результате который потребовал дополнительных расходов предприятия то есть я даже вот вот так вот можно это рассмотреть эту подачу то есть это конкретная порча имущества то есть причем кинолог имеет месячные курсы соответственно у него есть какая-то бумага он должен был знать это значит идем дальше я вам рассказывал о том что проводились уроки безопасности до уроки безопасности и на этих уроках безопасности шло предупреждение каких-то чрезвычайных ситуаций как действовать что действовать что делать такие моменты я рассказывал о работе кинологической службы это было уже зарекомендовано вообще на самом деле у нас в городе я получал неоднократно как бы похвальные грамоты и что происходит здесь происходит очередной как бы ну мои знакомые преподаватели которые видели и слух уже прошел по городу о том что это очень интересные насыщенные мной был написан план проведения этих уроков поминутно было расписано по уровню подготовки скажем так и возрастной категории людей то есть я не как человек который учился в кемеровском госуниверситете и у нас была кафедра педагогики да то есть возрастная физиология то есть абсолютно с научной точки зрения подошел к преподаванию этого как бы урок безопасности причем он план был отдан на утверждение руководителям и уроки проходили всегда на ура и так вот приходит например я просто 11 это не внутренний документ еще раз я могу его осветить я зачитаю просто уважаемый виктор васильевич просим провести урок безопасности тогда-то тогда-то с выездом кинологической группы и в скобочках здесь написано с участием степанова олега петровича то есть люди пишут конкретно на меня они знают то есть ориентируются на того человека которого они знают и и так далее в общем и так что мы видим здесь это уже ритр резолюции значит наших руководителей отправить карпича вот подпись стоит руководителя одного и подпись руководителя второго я могу объяснить это знаете чем тем что начальника отряда замдиректора напели уши к директору о том что степанова высвечивать не надо у у нас кинолог лучшие кинолог кемеровской области совершенно другой человек и как бы пусть он проведет этот урок безопасности это мое предположение я буду очень осторожен высказываниях да а ну что получилось в результате причем вы можете поинтересоваться у преподавателя который поинтересно проводил этот урок и вызывал и писал вот это вот письмо о том что там было на уроке то есть собственно говоря прислали значит это должен был интегрированный урок быть биологии плюс обжида то есть там должны были рассказать им я должен был рассказать о безопасности как работает кинологическая группа урок биологии я повторяю да как вырабатываются условные рефлексы для того чтобы научить собаку приходит значит сотрудник карпич я не уничижаю его других абсолютно достоинств но человек не может проводить уроки во первых у него нету педагогического образования как такового это первое второе значит собакой с которой он пришел это пенсионерка собака была мне вот было честно вам скажу что человек просто не имеет ни опыта ни знаний и мне было страшно за учеников потому что то могла произойти реальная травма он не может контролировать собаку дети же они налетают со всех сторон они со спины подходят и какое бы добродушное животное не было она может причинить травму ребенку просто испугаться ну и цапы там соответственно рома у нас не может контролировать животных то есть этот процесс для меня был вообще страшен на самом деле но как бы вот пожалуйста причем таких писем пришло очень много причем даже с партийных каких-то мероприятий там приглашали потому что уже известность была и уже на радио эфиры были как бы вы на канале все могли это видеть но руководители явно хотели высвечивать совершенно другого человека мне не жалко мне не жалко но результата то нету никакого то есть в результате должно было пройти одно мероприятие прошло совершенно другое мероприятие вы представляете себе как ваня троечник рассказывает урок возле доски вот примерно точно также рассказывает не зная абсолютно предметы то есть что можно подтвердить вы можете посмотреть я еще раз говорю тот ролик как человек занимается вообще на самом деле с собаками вот точно также он и рассказывает потому что в голове то нету никаких знаний идем дальше я еще раз хочу сказать о том что было предвзятое отношение то есть я пишу вот эти вот бумаги это не нравится то есть высветить нужно другого человека и здесь начальник отряда для того чтобы сделать какие-то мелкие пакости до запрещает мне вывести все значит все свои вещи личные для того чтобы у меня собака ну не 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 работала результатов не показывал в связи с тем что тренировок нету и амуниции ничего нету я никуда не выезжаю и в результате у меня собака плохо работает и на этом основании у них будет основание для того чтобы меня как бы как плохого специалиста убрать и так ну я вот кусочек я уж не буду полный внутренний документ задание для дежурной смены здесь подпись стоит начальника отряда банова михаила петровича кинологу убрать из вольера все личные вещи я вам уже говорил да по поводу того что все мои личные вещи это есть все имущество кинологического отдела хорошо я думаю я пойду другим путем я пишу служебную записку но начальник отряда сказал мне приказ нужно выполнить потому что это будет не подчинение полное но я немножко как бы с хитростью с такой сделал вот какую вещь я написал вот такую вот служебную записку здесь соответственно есть входящий номер число там и так далее то есть вот смотрите в апреле месяце у нас развивалось все это событие как раз директору пишу уважаемый виктор василич для организации тренировочного процесса осуществления работы деятельности кинологической группы прошу изыскать в понимаете дело в том что если мои личные вещи попросили убрать но пусть тогда они приобретут сами то есть пусть агентство потратит бюджетные деньги пусть приобретет скажем необходимые вещи для того чтобы мы могли проводить тренировку потому что ну как проводится тренировка это же не только ошейники не только там скажем намордники поводки и так далее то есть вот а для того чтобы собаку научить что-то делать нужно заложить статиста да статиста нужно положить на коврик на какой-то где ты взять этот коврик нужно его нужно накрыть каким-то укрывным материалом желательно чтобы он был камуфлированного цвета потому что не видел был да потом нужно взять лопату закидать его даже лопат не было понимаете не было даже лапка лопат ничего не было абсолютно я пишу записку о том что прошу изыскать возможность приобрести следующие виды амуниции для служебных собак и предметы для поддержания физической формы организации тренировочного процесса список прилагается и вот здесь смотрите я вот такой небольшой момент пока не решился вопрос с приобретением прошу разрешить мне использовать личную амуницию для служебных собак и вещи и тренажеры для организации тренировок мои личные вещи то есть чтобы я свои личные вещи и организацию мог вернуть назад ну соответственно я написал список что нужно для организации тренировок дальше что было вы помните да то есть здесь была резолюция начальника поисково-спасательной службы о том что согласовать можно приносить зам директора козлов соответственно это дело все прекратил мне не разрешили и в результате вы помните видеоролик да где там висят веревки оборванные поводки и вот это вот амуниция как бы ну это чтобы вы понимали что голословно я ничего не говорю что вот у меня вот я вот пойду на встречу с александр сергеевичем и мне юрист посоветовал привести ему вот эти вот служебные записки показать ему дальше я пишу служебную записку извиняюсь за качество потому что как бы это копия но входящий номер здесь вот 954 от 10 05 про которую я говорил я пишу директору о том что проходит как бы саботируется работа кинологической группы то есть нас не выпускает за пределы территории никуда амуниция не различается мою использовать новое не приобретается ветеринарное обслуживание собак там тоже полная каша и и виктор васильевич прошу разобраться то есть я не одноклассно что кинолог карпич как бы нарушает то есть еще раз я предупреждаю уже непосредственно директора у нас понимаете дело в том что в мчс и и в таких системах есть такой принцип единоначалия да то есть сначала ты должен начальнику отряда потом заместителю потом начальнику и по линии вот так вот и должен идти я начал с начальника отряда потом у меня зам директора состоялся разговор потом директору значит директор естественно ну чем такими мелочами будет разбираться он писал все это дело зам директору козлову виктору александровичу виктору александровичу я вам результаты рассказывал да то есть я ему пишу о том что нету амуниции что моя амуниция мне не разрешают на что мне знаете что говорится раз ты принес свою амуницию ты должен ее зарегистрировать и подарить ее агентству я даже на это был готов то есть подарить агентству но тут начинается ну нужно понять начальника отряда а вдруг именно ты своей амуниции то есть тот ошейник который ты принесешь да и собака на нем повесится да то есть она произведет самоудушение на этом ошейнике да я согласен с вами виктор александрович говорю то есть если кинолог оставит собаку в ошейнике внутри вольера а что собственно говоря он не должен делать да то это и может произойти но как раз вот карпич роман игоревич который кинологом у нас является он соответственно и делал такие вещи мог оставить собаку в ошейнике не накормить ее не напоить и вообще свалить с работы на самом деле то есть ну ладно хорошо но а допустим лопата которую я принес которая в нежилом помещении хранится для уборки снега и для закапывания скажем так статиста это абсурд понимаете здесь на этом сидели начальник новый исполняющий обязанности начальник по сс начальник отдела кадров и и вот это все вот понимаете я мне аж смеяться хотелось на этой разборке то есть там конкретно люди говорили причем разборка произошла 17 числа 18 числа меня вызвали еще раз и мне сказали о том что моя должность сокращается бинго то есть выход из положения нашли такой вот собственно говоря вот пожалуйста приказ я не буду его показывать это я начальнику покажу управление о внесении это все-таки внутренний приказ я не имею права его оглашать показать точнее о внесении изменений в штатное расписание и здесь значит спасательная кинологическая должность с окладом таким-то перри сокращается а сейчас они набирают то есть они сейчас отправили несколько человек для того чтобы эти люди поехали на учебно-тренировочные сборы с моей собакой которую я подготовил на город томск вот на аттестацию ну аттестацию я думаю что там никто не пройдет вот вам и уровень то есть вот они документы это часть это малая часть документов которые есть так что друзья мои давайте дождемся вторника и по результатам моего моей беседы с мамонтовым александром сергеевичем там уже будет развитие событий дальше то есть как бы я еще раз говорю что несколько телеканалов заинтересовалась этим вопросом я сказал что я пока интервью давать не буду никакое потому что у меня есть надежда на то что все станет на свои круги и и если я еще раз повторюсь что директор нормальным мужиком окажется захочет иметь нормальную научной точки зрения с подходом развитую кинологическую группу то у нас состоится с ним как бы отдельный уже разговор потому что просто так возвращаться я как бы не захочу под руководство я бы хотел бы чтобы от начальника если он останется там хотя я я не даже не представляю себе как после таких вещей можно оставаться чтобы это было выведено пусть я буду пусть путь путь кинологическая группа естественно будет в подчинении начальника отряда но развитие кинологической группы он своими руками не касается потому что нету ни опыта ни знаний может быть какие-то общие направления там типа того что вот здесь тут мы будем собак на трупных готовить здесь мы будем собак там таких-то готовить мне надо чтобы у меня кинолог всегда находился 24 часа на смене да эти приказы я там понимаю а как тренироваться как развиваться какие виды амуниции причем я хочу сказать что здесь большого вклада как чисто из-за бюджетного предприятия никто и не надеется и кто если если говоришь человеку что он не выполняет свои должностные обязанности то должны быть приняты какие-то меры не надо вот этой писанины и вот этой вот бумажной можно это разобраться все просто обыкновенным разговором и чтобы был результат дела чтобы это был кинолог работал что именно мы можем поднять и сделать хорошую отличную кинологическую группу которая будет приносить пользу не просто на бумажке приходить люди там на параде постоять где-то а именно даже те же самые уроки безопасности будут проводиться по плану по графику по науке именно по науке они так вот деревенскими какими-то способами как у нас половина спасатели знают что уверены что они спасатели кинологи ну когда-то в детстве собак удержали и у него там лайка какая-то находится да вот которая охотится здесь немножко другие подходы заслужите доверие заслужить уважение у вас все получится дать вторника обязательно сразу как только я выйду из кабинета директор я выйду на связь если я потеряюсь ну тогда что-то со мной произошло всем удачи с вами был канал я ему хвост я его автор и ведущий олег спасибо спасибо